Здравствуйте, дорогие ребята! Проверь, дружок, готов ли ты начать урок? Все ли на месте? Все ли в порядке? Книжка, ручка и тетрадка? Тема сегодняшнего урока – климат и животные. На уроке сможете ответить на вопросы по тексту, определить тему и ключевые слова, найти в тексте синонимы, антонимы, аммонимы. Прочитайте два текста на странице 29-й. В каком из текстов ставится задача обменяться впечатлениями об увиденном зайце, дать словесное описание этого животного? Как вы думаете, какой из двух текстов относится к разговорному? Почему? Поставьте видео на паузу и запишите ответы в тетради. Сегодня мы познакомимся с отрывком из поэмы Некрасова «Дедушка Мазай и Зайцы». Прочитайте монолог деда Мазая. Монолог – это речь одного человека. Определите лексическое значение выделенных слов, опираясь на текст. Есть ли в тексте синонимы, антонимы, аммонимы? Текст стихотворения есть в учебнике на странице 30-й. Старый Мазай разболтался в сарае. В нашем болотистом низменном крае В пятеро больше бы дичи велось, Кабы сетями ее не ловили, кабы селками ее не давили. Зайцы вот тоже их жалко до слез. Только весенние воды нахлынут, И без того они сотними гинут. Нет, еще мало, бегут мужики, Ловят и топят, и бьют их баграми. Где у них совесть? Дичь – это дикая птица. Нахлынут – набегут. Гинут – пропадают – гибнут. Баграми – багор – это длинный шест с металлическим крючком на конце. Ответим на вопросы. С каких мыслей Мазай начинает свой рассказ? О чем он переживает? В нашем болотистом низменном крае В пятеро больше бы дичи велось, Кабы сетями ее не ловили, кабы селками ее не давили. Мазай переживает о том, что дичь ловят сетями, селками давят. Я раз за дровами в лодке поехал. Их много с реки к нам в половоде весной нагоняет. Еду – ловлю их. Вода прибывает. Вижу – один островок небольшой. Зайцы на нем собрались и гурьбой. С каждой минуты вода подбиралась. К бедным зверькам уж под ними осталось. Меньше аршина земли в ширину, меньше сажени в длину. Тут я подъехал – лопочут ушами. Сами не с места я взял одного. Впрочем скомандовал – прыгайте сами. Прыгнули зайцы мои – ничего. Только уселась команда косая. Весь островочек пропал под водой. Гурьбой – то есть все вместе, толпой. А шин, сажень – это мера длины. Впрочем, в значении, кстати говоря, косая. Косым называют зайца. То есть в данном отрывке говорится о команде зайцев. Ответьте на вопросы. Почему дед Мазай отправился за дровами на лодке? Весной во время половодия нагоняет много бревен. Он их собирал. Из каких слов ясно, что деду Мазаю по-настоящему жаль зайцев? Что он любит этих зверьков? Он их называет так. Бедные зверьки, зайцы мои, зайчики, команда косая. Говорит, их жалко до слез. Вам интересно узнать, что было дальше? Читаем. Столбик не столбик, зайчишка на пне. Лапки скрестившись стоит горемыка. Взял и его, тяга-то невелика. Только что начал работать веслом. Глядь, у куста капошится зайчиха, еле жива, а толста, как купчиха. Мимо бревно суковатое плыло. Сидя и стоя, и лёжа пластом, зайцев с десяток спасалось на нём. Взял бы я вас, да потопите лодку. Жали ходнако, да жали находку. Я зацепился багром за сучок, и за собою бревно поволок. Горемыка – тот, кого преследуют беды. Как дед Мазай помогал зайцам? Сначала он увидел зайцев, которые спасались на маленьком островке, который ещё не скрылся под водой. Мазаю стало жаль зверьков, и он взял их в лодку. А потом ему ещё встретились зайцы, которые попали в беду. Он не смог их оставить. Какую находку было жаль бросать Мазаю? Ему встретилось бревно, на котором сидели зайцы. Он собирал дрова, и бревно было ценной находкой. Но и зайцев он хотел спасти, а в лодке их было много. Поэтому он зацепил бревно вместе с зайцами и повёз их, как на буксире. Чем закончилась история? Мазай спас зайцев и выпустил их в безопасном месте. Используются ли в тексте синонимы, антонимы, амонимы? Да. Синонимы – нахлынут, прибывают, подбиралось. Островок – островочек. Мало, невелика, меньше. Еду, подъехал. Антонимы – стоя, лёжа. Амоним – косая или косой. В значении заяц, в значении кривой и в значении купюра. В тексте амоним косой используется в значении заяц. Мы прочитали отрывок из поэмы Николая Алексеевича Некрасова «Дед Мазай и зайцы». Давайте обсудим, о каком интересном случае из своей жизни рассказывает дед Мазай. Дед Мазай рассказывает о том, как весной он спасал зайцев, которые попали в беду. Из данного отрывка мы видим, как климат влияет на жизнь животных. Что вы узнали о дедушке Мазая из прочитанного? Он любил свой край, жалеет животных, осуждает деревенских мужиков за жестокость. Мазай – охотник. Почему же он не стрелял в зайцев, а спасал их? Он добрый и великодушный человек. Зайцы попали в ловушку из-за наводнения. Мазай не мог обидеть их, потому что они не могли от него убежать. Мазай не мог обидеть того, кто слабее него. Чему учат это произведение? Я думаю, вы со мной согласитесь, что в данном произведении Некрасов дает нам урок любви к природе. Учит трепетному отношению к природе, добродушию по отношению к животным. О каком времени года идет речь в рассказе дедушки? Как называются природные явления, описанные в тексте? Случаи происходят весной, во время половодия. Половодие – это разлив реки при таянии снега. Причинами половодия может быть таяние снега, ледников, интенсивные дожди. Какой стиль речи использовал дед Мазай? Именно в этом отрывке используется разговорный стиль, так как речь Мазая насыщена просторечием, народными словами и выражениями. В речи много слов с уменьшительно ласкательными суффиксами. Островок, островочек, зайчики, столбик, зайчишка, зверюшки – они подчеркивают доброе отношение к животным, к природе. Красоту и гармоничность природы можно передать не только словом, как это делают писатели и поэты. Люди какой профессии тоже могут передать красоту природы? Догадались? Художники и музыканты. Рассмотрите репродукцию картины Исаака Левитана. Как эта картина связана с прочитанным отрывком? Определите три сходства и запишите их в тетрадь. Задание на самостоятельную работу. Найдите в интернете информацию, почему зайца называют косым. Заполните карту истории рисунками. Каждую ячейку дополните ключевыми словами. Обратите внимание на критерии оценивания. Вы должны нарисовать красочно и креативно. Рисунки должны раскрывать содержание текста. Вы должны записать ключевые слова и заполнить все ячейки. Давайте оценим, насколько успешно было сегодняшнее обучение. Нарисуйте в тетради явление природы, которому соответствует ваше обучение. Я смог определить тему и ключевые слова. Я смог ответить на вопросы. Смог найти в тексте синонимы, антонимы, аммонимы. Урок завершён. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...